Центры «Точка роста» призваны выполнять функцию общественного пространства для развития компьютерной грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческого и социального развития детей. Что такое «Точка роста»? Мы откроем вам секрет. Непременно «Точка роста» в будущий билет. Теперь такой билет в будущее имеют и ученики Володарской школы. Выступившая на открытии центра заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Квасникова сказала, что по-доброму завидует современным школьникам. Пусть это будет базой, базой каких-то творческих практик, базой открытий инноваций. Пусть складывается, пусть у вас все получится, ребята. А я искренне вам завидую, потому что вот в моем детстве у меня таких возможностей не было. На 110 квадратных метрах расположилось несколько помещений, оснащенных по последнему слову техники. И это не фигура речи. Квадрокоптеры, 3D-принтеры, шлемы и очки виртуальной реальности, компьютеры со специальными программами. Смотрите, мы получаем справочную информацию. Из этой программы можем выйти на наш школьный сайт в интернете, либо же воспользоваться программой и отправить электронное письмо. В текущем месяце в России открылось около 3000 точек роста. Из них 42 в Московской области. Несмотря на то, что официальное открытие центра произошло только сейчас, фактически он работает с начала учебного года и уже завоевал популярность у ребят. Сейчас у нас общество становится все более информационным и подобные вещи, они просто необходимы. Для наших школьников это будет чрезвычайно интересно и полезно, главное. Мы сюда приходим именно за развитием, с какими-то своими проектами, которые здесь уже мы сможем развить во что-то более интересное, важное и нужное для общества. Сейчас центр работает в рамках дополнительного образования. Здесь ребята могут придумывать и реализовывать проекты, которые призваны сделать удобнее и комфортнее жизнь и решить некоторые социальные проблемы. В данном случае будет существовать связь между практикой и теорией. То есть это невозможно сделать в условиях обычного класса, а вот виртуальная возможность, виртуальная реальность нам это позволяет. Всего в двух корпусах Владовской школы обучается порядка 1200 детей. Пока занятия в центре «Точка роста» посещают только около 120 человек, но постепенно охват будет расти. Естественно, что возможности центра активно используются и в образовательном процессе. У нас есть кабинет УБЖ, но оснащение его оставляет желать лучшего. Тут все есть. Тут есть манекены-тренажеры, тут есть оказание первой медицинской помощи. Если это тема урока, то учитель, тут же смотрите какая зона медиа, да, то есть он быстренько поставил каждому парту, вот эту вот, которая легкая-легкая, и он принес манекены, и он показал все, что им надо по уроку. Планируется, что в рамках национального проекта образования в течение двух лет на территории Ленинского городского округа будет открыто еще шесть точек роста в сельских школах. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.